вечерние развлечения выглядят так когда мама купила столик в икее но мне очень понравилось то что мальчики сами предложили свою помощь и я не стала отказываться и даже вмешиваться поэтому позволило им как можно больше сделать самим захар вообще очень сильно увлекся дедушка как-то научил его пользоваться дрелью которой мы тоже управляли они сами достали все инструменты у папы и мы начали складывать и даже несмотря на то что весь процесс занял больше времени так как захар в основном сам всем этим занимался и я старалась ему не мешать и в итоге он сказал мама икея это как лего только более крупногабаритная я еще кое-что купила что не успела распаковать но главным для меня было собрать мой новый туалетный столик и дальше я вам покажу что же у меня получилось вместе с организацией привет привет добро пожаловать в новый влог вчера он начался с того как мы вообще с детьми на самом деле собирали стол сначала с игнатом потом он как-то потерял интерес к этому ко всему и мне помог захар и мы полностью сами все сложили знаете как мне приятно будет сидеть здесь работать краситься собираться все каждый день и думать о том что это мы вместе с детьми собирали на самом деле это не так сложно но главное что у нас были инструменты я уже все разложила вчера слушайте допоздна сидела здесь такое удовольствие мне это доставило маленькими шагами к переменам старый столик забрала моя зрительница так как и говорила подарила он не было в идеальном состоянии но мне кажется что мы выручили друг друга я купила в океи вот такие органайзеры наверное они кухонные на самом деле пластиковые причем это такой прочный пластик и я думаю что они будут долго служить наверное будут тоже пачкаться ну чтобы поделать и это стол алекс он побольше там есть разные по размеру но я взяла себе самый большой я пока что не докупала там комода ничего такого мне нужно определиться что еще делать с тем что уже есть и как это все расставить я уже по раскладывала по перетирала все баночки слушайте у меня конечно гораздо больше косметики но сейчас поместилось все то что хотелось бы иметь под рукой то чем я чаще всего пользуюсь не всем сразу но когда хочется каких-то не знаю там разных макияжей я могу выбирать и все у меня теперь на виду здесь тональные кремы и пудры это блески просто для увлажнения губ туши какие-то из вот этих завивашек для ресниц не работают но я так и не разобралась какие поэтому уже в процессе буду смотреть что убрать здесь средства для бровей консилеры корректоры и вот с пудрами у меня конечно проблема потому что они достаточно большие не все помещается так как хотела бы наверное буду по сто раз там менять все я обожаю перекладывать складывать организовывать бронзеры румяна часть румяна пришлось убрать но то что сейчас больше всего люблю находится под рукой вот в этой части есть пустое пространство поэтому сюда добавила такой контейнер где будут лежать палочки еще нужно диски ватные принести мицеллярка ой я прям вообще не могу кремовые тени но здесь тоже конечно разные карандаши для губ тени для век это уже прессованные вот помады я знаете просто вчера уже раскладывала без раздумий главное чтобы поместилось но более-менее так чтобы было удобно здесь и какие-то новинки и старые любимые в общем я просто кайфую тут у меня mac fix plus матирующие салфетки для кутикулы пульт для фоток и теперь наверное мне еще нужно как-то расставить кисточки хотелось бы такое небольшое зеркало но чтобы она не закрывала свет но просто чтобы видеть крупный план кисточки я все помыла выставлю себе сюда чистые когда они высохнут и буду потихоньку разбираться что и как дальше но господи какой-то кайф я так давно хотела каких-то перемен и самое главное что я наконец-то к этому созрела и начала что-то реализовывать так что маленькими шагами к обновлениям к мечте я сейчас еду по очень приятным делам я не знаю когда это закончится возьму бронзер это катрис очень классный я собираюсь девочки не для того чтобы такое знаете нарядное пойти в банк мне нужно подписать там документы сегодня последний день поэтому уже не получится как-то отмазаться потом после того как дети вернутся со школы после обеда мы идем на дегустацию в ресторан который мы очень любим мы там отмечали и причастие захара и сегодня там какое-то дегустационное меню видите смотрю маленькое зеркало и не особо понимаю что нормально все или нет но нормально мне сегодня сойдет все вот и я потом уже когда вернусь не успею накраситься помимо того что я иду банк мне еще нужно подъехать на шиномонтаж блин и успеть поменять резину не знаю у них там нет свободных мест мне завтра в дорогу и если я где-то стану там снег или еще что-то такое то мне хотелось бы вот этих неприятностей подожду несколько часов может быть все таки успеют поменять я плачу за хранение резины сразу в шиномонтаже за год и там уже есть моя зимняя резина хоть надо это все перекладывать почему я сама этим занимаюсь так уж складываются обстоятельства и вообще у меня например есть подружка которая живет с молодым человеком он там хорошо разбирается во всем но раньше она не имела молодого человека и она научилась там и контролировать как-то подкачивать колеса и менять резину поэтому когда мне нужно что-то там то она тоже выручает и все мне подсказывает говорит оля я тоже была в таком периоде я знаю как это не переживай раз научишься и на всю жизнь запомнишь и потом уже точно никогда не пропадешь в какую бы командировку не поехал муж и вообще с мужем или без ты в любом случае справишься девочки если у вас чуть шатает то а им ссори я возможно поставлю штатив перед столом чтобы не было вот этой трясучки надо же как-то проверить понимаете возьму румяна господи они такие красивые это диор оттенок ноль двенадцать вот эти новые мне они нравятся когда такой вид знаете не хватает яркости еще губы накрашу вообще будет огонь я не понимаю как в таких румянах дорогих они очень дорогие одни из самых дорогих которые у меня есть почему блин здесь такое дефективное зеркало при том что я покупала эти румяна в сифоре несмотря на то что они яркие в упаковке и даже достаточно темная вот если так пушистой кисточкой наносить большинство моих кисточек девочки из алиэкспресс вот хочется добавить цвета еще помаду и будет супер потом сделаю что-то с прической на вечер переоденусь и поедем и завтра я еду в варшаву поэтому мне нужно еще после дегустации собрать вещи хотелось бы выехать пораньше я решила ехать на машине мне хочется во первых во вторых не так удобнее ой это можно наверное нафига сила себя ну короче вы будете видеть цвет если добавить сильно много и надо собраться вообще без понятия что я завтра вечером буду надевать потому что завтра будет вечеринка но я думаю что в своем арсенале я точно что-то найду также я планирую остаться в варшаве в воскресенье и может даже до понедельника побуду не знаю я потом вам расскажу зачем я еду и куда но у меня есть один грандиозный план я очень хочу выспаться мне это физически необходимо потому что я сплю по 5-6 часов в последнее время я понимаю что мне просто надо отоспаться одной не вставать ни к собаке ни к детям не готовить ничего утром просто вот лечь спать и проснуться тогда когда мой организм будет готов сейчас нанесу что это charlotte tilbury вот этот iconic nude и помаду возьму charlotte tilbury pillow talk на мне она всегда была какой-то такой рыжеватой рыжий мне тоже сегодня подойдет но то ли я подобрала такой карандаш который с ней лучше смотрится вот с карандашом pillow talk не особо и она какая-то такая не сильно пластилина на очень многих она смотрится с розовым подтоном на мне это проявляется только тогда когда я загорелая типа после моря тогда я ее люблю но я не уверена что я куплю ее повторно как-то так изначально не сложилось и заставляла себя ее полюбить так аромат у меня на сегодня будет тоже хочу его закончить это вот этот за дикий вольтар и как он называется он не знаю он один наверное такой в белой упаковке очень приятный сливочно-сладкий укутывающий такой на осеннее зимнее время года как раз то что надо повязка у меня сегодня потому что я ничего не успею сообразить с волосами уже потом все я побежала к сожалению в шиномонтаж я так и не попала по той причине что были дикие пробки но зато по дороге был юск я заехала глянуть кресло я интересовалась вот этими двумя но к сожалению ни одно из них не подошло к моему туалетному столику и оказалось что в юске уже есть новогодняя коллекция и я решила поснимать для вас и для себя чтобы потом глянуть чего мне не хватает мне вообще-то много всего но каждый год я докупаю какие-то мелочи и стараюсь как-то создавать разнообразные композиции к новому году декорации и с ноября время летит неумолимо быстро я понимаю что уже нужно что-то там планировать но пока что вдохновение ко мне не пришло по сравнению с икеей здесь гораздо больше интересных и при этом недорогих находок в разной цветовой гамме я не советую вам накупать слишком много всего именно новогоднего возьмите несколько деталей все остальное максимально универсальное что вы сможете использовать в течение всего года вот эти свечи очень вам рекомендую они создают классную атмосферу и также они безопасны если у вас дома есть дети или домашние питомцы они есть разных размеров и работают от батареек скажите мне пожалуйста вы каждый год делаете какие-то декорации украшения к новому году в одном и том же цвете или нет потому что у меня иногда вот такое хочется красного хочется зеленого хочется белого то чего-то более натурального и я вот не знаю кстати вот эти скатерти тоже супер я подумала вернуться за такой серой в снежинки и девочки мне по секрету сказали что скоро будет черная пятница продавец отговорила меня буквально от покупок потому что я хотела взять там одну вазочку какие-то подсвечники и вот этот плед тоже мне приглянулся и она сказала что на черную пятницу будут очень хорошие скидки поэтому я еще полистаю что есть онлайн очень классные пледы универсальные вот такие подсвечники какие-то вазочки в скандинавском стиле и они достаточно неплохого качества такие подсвечники есть и в икее они не очень а у меня есть вот такой же веночек он продается уже три года подряд и он тоже работает от батареек там автоматически включается подсветка и такие огоньки загораются я возможно сделаю что-то в красно-зеленых цветах но это не точно щелкутники еще с прошлого года но как-то девочки не знаю совсем не моя тема мне кажется вот этот подсвечник я закажу для насти оказалось что он идеальный подходит по цвету в их новую квартиру и вообще помимо новогоднего декора юск он такой знаете всегда есть что купить то какая-то посуда такая в стиле немножко h&m то что-то к новому году я также рассматривала как предлагают накрывать стол какие-то декораторы юска но я наверное буду делать что-то совершенно другое если вы не любите натуральные какие-то веточки букеты то в юске они тоже есть и новогодние игрушки и свечи я буду ждать черную пятницу к этому времени как раз пересмотрю что у меня там есть я думаю что вдохновение меня такие посетит я снова в варшаве остановилась в отеле тура мне настолько здесь понравилось и если смогу то на завтра запишусь еще и на массаж и вот здесь я планирую отсыпаться ехала я на машине всего три часа но в отель не могла добраться из-за марша ко дню независимости польши отель в центре поэтому все дороги были перекрыты теперь переодеваюсь и скорее лечу я просто умираю с голоду и кажется чуть опаздываю но покажу вам свой вечерний лук я еду на новоселье к насте и немножко так освежила макияж и примарафетилась огромный жакет оверсайз который сегодня буквально как платье кожаная мини-юбка такая интересная сумочка это алик между прочим и жакет тоже оставлю вам ссылки если они еще продаются и что сапоги h&m и кажется я сейчас рухну я даже толком не успела позавтракать но зато нарядная это не смешно настя там готовит я уже была у нее так что наконец-то меня накормят поехали Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мне немножко грустно, что Настя и Стас переехали в другой город. Это эгоистичный момент, потому что теперь встретиться спонтанно уже не получится. Но, конечно же, я за них рада. Это новые возможности, это другой уровень. Мне в Варшаве очень нравится. У меня так сложилась жизнь, что я уже связана в Кракове. Это и жильё, это и дети. И если бы меня это не держало, то я бы, наверное, тоже всё-таки смотрела в сторону Варшавы. Переезда сюда. Если захотеть, то можно и на Луну полететь, конечно же. Но пока что я не задавалась такой целью. Я понимаю, что, например, для Стаса это даже удобнее находиться в столице. Если вы не знали, то у него не просто свой канал на YouTube. У него канал о бизнесе в Польше. Самый крупный, между прочим. Он проводит консультации, помогает открывать бизнес с нуля. Всё, что касается бизнеса, это и компания, и у них тоже очень крупный блог. На правах дружеской рекламы могу поделиться своими контактами внизу. Настя такой творческий человек. И она где-то с лета, наверное, тоже организовывает разные поездки. Это не просто, знаете, релакс уикенд. Это глубже, это интереснее. Я сама не смогла попасть. По определенным обстоятельствам. Но тоже обязательно поеду. Если вы в Варшаве, то подписывайтесь на неё, чтобы быть в курсе, когда она что-то там придумает. Очередное всё, к чему она прикасается. Настолько красиво, эстетично, со вкусом. И она настоящий гедонист по жизни. Мне кажется, она даже сама этому научилась. И это заметно во всём, что она делает. Это вчера даже вечер, который она организовала с Эстасом, конечно же. Но её почерк виден в каждой детали. Это настолько красиво. И это прям видно, что это всё создавала Настя. И да, она очень вкусно готовит и подаёт это всё. И знаете, это не просто для картинки. Она такой человек. Она так живёт. Она наполняет этот мир красотой, добротой. И вообще я очень рада, что почти 9 лет тому назад YouTube подарил мне вот такого друга. И мы с ней познакомились, потому что она смотрела мои видео. Она там как-то обратилась ко мне с одним вопросом. И мы вот буквально сразу начали дружить. И мне жаль, что она теперь так далеко. Будем ездить друг к другу в гости. Она ко мне в Краков, я к ней в Варшаву. И я верю в то, что если ты ценишь человека, то дружба на расстоянии возможна. А теперь я иду на завтрак. У меня голод. Это основная тема моей поездки в этот раз. Потому что вчера поела только поздно вечером. Сегодня я тоже как-то спала туда-сюда, собиралась. И вот понимаю, что нужно подкрепиться. Какой приятный солнечный день в Варшаве. Сейчас собираю чемоданы. Буду выселяться и поеду к Насте. Здесь моя декоративная косметичка. Я покажу вам несколько полезных органайзеров. Этот вообще произвел фурор в моем инстаграме. Многие просили ссылку. Но так как я была вне дома, без доступа к компьютеру, то оставлю сейчас. Это органайзер для кисточек. Он силиконовый. И здорово то, что его можно будет помыть потом. Это Алик, девочки. Здесь уже грязные кисти. Потому что я сегодня собиралась. И по-моему там были разные цвета. Но мне понравился именно вот такой бежевый. И я заказала себе еще мягкий чехол для спонжа. Потому что пластиковый он, конечно, классный. Но вы знаете, он занимает достаточно много места. Это даже если что-то не влезает, то можно прижать. И вот уже пользуюсь этим чехлом для зубной щетки. Он такой розоватый на самом деле. Не розово-бежевый, а нежно-нежно-розовый. Не открывается. Если вы любите всякие такие штучки, то могу в инфобоксе поделиться с вами. Мне по качеству очень нравится. Вот. Вот эта косметичка не самая классная. Плюс она чуть-чуть испачкалась. Как-то я не могу ее отмыть. Но тем не менее я тоже использую ее. В этом влоге как-то много нарядов. Но не знаю. Мне почему-то захотелось с вами поделиться. Я сегодня в удобном трикотажном комплекте, который я составила сама. Это молочные брюки в пол трикотажные. И вот такой свитер. Сумочка Полин, которую я недавно тоже распаковывала с вами. Она так ко многому подходит. Я уже заказала уги. Жду, когда они приедут. Уги вот такие рыженькие. И буду выгуливать. Потом еще и вариации с угами. Но у меня сегодня будет карамельная куртка. Иду гулять. Отдыхать перед отъездом. А потом еду за рулем 3 часа домой. Такая быстрая поездка у меня. Поэтому мне сегодня нужен комфортный лук. Чтобы ничего не сковывало движение. Такая быстрая поездка. Ну что, друзья мои, я сделала это. Я смоталась в Варшаву. Все прошло хорошо. Я даже поменяла зимнюю резину. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.